Всем привет! С вами Мария, специалист компании СВГ. Сегодня на нашем занятии по Диалекс ЭВА мы рассмотрим раздел экспорта. Начнем с вкладки вида. В этой вкладке мы можем сохранять ракурс, с которого мы смотрим на комнату. Мы можем задать имя виду и описание. Главная идея сохранения вида в том, что даже после долгой работы и многих корректировок проекта, мы всегда можем вернуться на тот же ракурс рассмотрения комнаты и увидеть, как она выглядит с внесенными в нее поправками. Допустим, сохраним вид с этого ракурса. Перейдем куда-нибудь другой. Мы что-то делали, мы что-то изменяли. Теперь, если мы два раза нажмем на вид, мы вернемся на тот же ракурс. Также виды можно вставлять в итоговый отчет. Перейдем в раздел документация. На странице виды нажимаем конфигурировать страницу и здесь мы можем добавлять или удалять виды. Посмотрим. И так в нашем отчете появилось изображение или визуализация. Вернемся в раздел экспорта. Если мы хотим сохранить картинку, в которой будет отображаться отражающие поверхности, то нам нужен ray tracing, потому что в данный момент мы видим, например, вот у нас висит телевизор и мы не видим, что его поверхность отражающие. И на стене висит зеркало. Сделаем ray tracing и мы получаем картинку, в которой видно отражение в зеркале и немного отражения в телевизоре. Эту картинку мы также можем вставить в отчет. Делаем все то же самое. Конфигурировать страницу и добавляем наш ray tracing. Смотрим, что получилось. Вот таким образом выглядит визуализация с помощью ray tracing. Следующая вкладка – это планы. Здесь мы можем сделать экспорт в DWG файл. Нужна она для того, чтобы перенести наши светильники на план, чтобы мы четко видели их расположение. Здесь DIALUX предлагает нам выбрать, что мы будем размещать на плане. Пока уберем все рассчитанные значения, оставим только объекты, ведомость по светильникам и сами светильники. Только сделаем их, например, красным цветом. И нажимаем экспортировать новый файл. Сохраняем. Теперь после экспорта мы можем открыть DWG файл. Выглядит он следующим образом. То есть здесь есть очертание комнаты, синим изображена мебель и красным выделены светильники. Все светильники подписаны. Они подписаны цифрами. Разъяснение цифр указано в таблице. Изготовитель, наименование, комплектация, световой поток и главное число. Все, что нужно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.